окей я думаю тогда можно начинать я буду просить просто периодически перелистывать слайды несмотря на название эта лекция будет не на английском эта лекция просто по про публичные выступления но мне лично больше нравится как это звучит на английском и я не очень люблю использовать фразу ораторское мастерство ораторское искусство и так далее мне это кажется немного перегибом то есть данном случае мы говорим скорее именно о том чтобы просто хорошо выступать хорошо говорить и наверное в первую очередь конкретно в дебатах поэтому можем начинать переходить на следующий слайд окей план что мы попытаемся обсудить я попытаюсь занять немного времени я думаю мне это получится потому что какие-то основные вещи связаны именно с выступлением дебатах а можно достаточно быстро проговорить и ответить в том числе на те же вопросы которые приходили ранее план соответственно следующий первый важность а важность навыка хорошего выступления важность хорошей презентации и так далее опять таки именно в дебатах затем самое главное я думаю это работа со страхом потому что фактически наверное это больше 50 процентов всего навыка хорошего выступления этот навык просто выйти и совладать со страхом потому что все остальное это работа с аудиторией с голосом жестикуляции с эмоциями и так далее это шлифовка этого инструмента это тоже очень важно но это меньшую роль играет так как в принципе человек может выйти и поговорить перед аудиторией особенно если там спонтанной или с минимальной подготовкой то уже вопросов к этому человеку обычно особо нет пойдем дальше посмотрим на важность с важностью все очень просто я думаю кто хотел уже мог прочесть что просто не существует объективного и чисто рационального выбора теперь интерпретация этой фразы зачем она здесь она здесь для того чтобы показать что в принципе нет тех ситуаций даже в таких студенческих дебатах которые мы привыкли что очень во многом не ориентируются на презентацию ориентируются только на количество информации и то как она доносится с точки зрения ее структурности и прочее но мало ориентируется на то как говорит спикер как он ведет эту презентацию и так далее даже в студенческих дебатах это может играть роль но в школьных дебатах наверное тем более в чем суть в том что любой судья любой человек который оценивает речь из-за того что он является человеком он не может быть на сто процентов объективен он не может быть на сто процентов рационален и любые моменты когда спикер по тем или иным причинам вне его вне качества его аргументации может нравиться человеку это может доказать влияние на его суждение не в том плане что человек подумает ну это как-то интереснее мне приятнее проголосу за него а в том плане что это приязнь формирует более позитивные ассоциации и дает больше вес аргументации этого человека дает больше вес его позиции и тем самым слегка перетягивает акценты и дает возможность на каком-то минимальном уровне при равенстве возможно забрать очков свою пользу естественно чем лучше судья чем более судья пытается быть объективным особенность там большая коллеги или нечто подобное этот фактор будет играть меньшую роль но чаще всего в среднем это важно это влияет на человека и это может быть тем самым возможно мелким моментом который все же перевернет исход раунда там исход чего угодно в сторону игрока это именно про дебаты на самом деле понятное дело что презентация навык презентации навык какой-то более структурированной скоординированной речи умения донести информации он важен не только дебатах я думаю даже более важен каких-то дополнительных вещах там в работе в учебе в первую очередь но об этом можно делать просто отдельный лекционный материал здесь это мы рассматривать не будем поэтому просто идем дальше начнем с работы со страхом я думаю видно что она у меня разделена как бы на две основные вещи это работа с страхом физически и работа с ним там ментально и психологически а начнем с физического потому что это более простая вещь здесь первая вещь которая запоминается навсегда и она работает всегда это стандартное золотое правило страх не уйдет то есть во время любого выступления во время любой речи презентации и так далее если только это не какой-то а рутинный процесс или б если спикеру не совсем пофиг то тогда у него как минимум какая-то нервозность и базовый страх могут быть особенно если это начинающий спикер это действительно важное мероприятие тут совсем нет вариантов страх в любом случае будет и это не вопрос того чтобы попытаться от него избавиться совсем это вопрос том чтобы смягчить его эффекты и попытаться их так сказать обойти поэтому первое это просто понимание что страх это чаще всего ситуация в которой вот мы попадаем и наш тело пытается реагировать она пытается дать нам энергии на то чтобы мы предприняли какие-то действия чтобы выйти из ситуации которые мы боимся ну то есть это стандартно вот это бей или беги я думаю про это могли слышать достаточно многие поэтому в данном случае организм дает нам шанс что-то с этим сделать а мы вместо этого например просто становимся и семь-восемь минут стоя на месте двигаем только нижней челюстью языком ну и какими-то мышцами лица и более того иногда еще руками двигать и в этом случае вся энергия избыточная начинает уходить как раз таки в те процессы там в трясущиеся колени и в потные ладони в такой трябежащий трясущийся голос проблемы с дыханием и так далее то есть это как раз именно из-за того что у нас не происходит такого матча между тем что нам дается какой-то выплеск энергии тем как мы используем соответственно это решается достаточно прямолинейно попробовать часть этого энергетического потенциала реализовать каким образом ну это выплеск энергии банально если получится перед выступлением в идеале если это где-то за сценой где-то сбоку где-то незаметно для других ну или можно просто сделать так чтобы это выглядело адекватно немного себя встряхнуть перед началом то есть так или иначе задействовать разные группы мышц ногами подвигать ногами как-то телом это уже будет хорошо потому что это немножко ослабит вот это внутреннее давление которое позывает к тому чтобы бить или убегать и избегать этой ситуации поэтому это может быть очень такая простая вещь в то же время ею пользуются огромное количество спикеров но особенно не на дебатах скажем этих спикеров которые выступают на таких больших мероприятиях с огромным количеством публики которые для них лично важны это очень частая тема а второе то же самое с лицом с мимикой потому что большое количество людей это можно даже иногда замечать они выступают иногда у них может плюс-минус застывать какое-то выражение лица это тоже момент связанный с выплеском эмоций энергии и так далее поэтому решается так же можно просто погремасить рожи построить и все будет нормально предпоследний момент это достаточно важно потому что если вот эта стандартная вещь про психологию когда мы занимаем определенную позицию fake it until you make it то есть если мы хотя бы внешне выглядим так будто мы достаточно уверены то в принципе это ощущение может передаваться до определенной степени действительно работает плюс это влияет там так или иначе на публику поэтому это достаточно полезная вещь которую необходимо делать а то есть попытаться занять какую-то достаточно уверенную позу это в идеале не опираться на что-либо это в идеале дать себе возможность хорошо так стоять или если это хотя бы какая-то презентация в зуме да то не не лежать или как-то скручившись сидеть а так чтобы было удобно и чтобы это было уверенно со стороны ну и чего для человека тоже собственном придавалась это ощущение в данном случае еще один мега важный критерий возможно самый важный для презентации это дышать дышать правильно в данном случае диафрагмальное дыхание это очень важно про это тоже можно очень долго говорить отдельно там есть во память книги просто целую на эту тему про диафрагмальное дыхание Здесь надо просто запомнить, что самое правильное дыхание – это когда грудная клетка не шевелится при дыхании, а она идет вниз и шевелится только живот. Вот это максимально правильное дыхание, потому что это дыхание в состоянии расслабленности. И, соответственно, если в состоянии, когда человек, наоборот, напряжен, активировать этот тип дыхания, то он приводит как раз к большей расслабленности. Это тип дыхания, при котором проходит максимальное насыщение крови кислородом и так далее. Это в целом очень полезная вещь, поэтому я рекомендую отдельно как-то посмотреть. Я не буду уходить из подробностей про диафрагмальное дыхание, но рекомендую практиковать его всегда. То есть всегда дышать так, чтобы грудная клетка не двигалась, а только втягивался и вытягивался живот. Вот это правильный тип дыхания. Там у него есть определенные нюансы, но их тоже можно отдельно рассматривать. В принципе, с физической стороны это, наверное, все. То есть понимание, что это всегда будет, и есть определенные такие техники, как стараться уменьшить этот эффект на себя. Идем дальше. Работа со страхом ментально. Здесь есть много разных вариантов, и у разных людей разные способы. Я просто спрашивал у кого-то то, что я сам практикую и так далее. Это скорее такая психологическая настройка и подготовка. То есть как мне удобнее воспринимать ситуацию, чтобы испытывать меньше страха. Один из вариантов, который активно практикуется многими дебютерами в том числе, ну или практиковался раньше, когда это еще было важно в дебютах, это найти себя одного слушателя. То есть вне зависимости от размера аудитории попробовать сосредоточиться на ком-то одном, в идеале на человеке, который будет давать позитивный фидбэк, то есть там будет пытаться хопать или хотя бы просто как-то поддерживать там с таким заинтересованным видом и так далее. И фактически говорить этому человеку, и чтобы вся остальная аудитория сливалась с фоном, чтобы ее практически не было видно. В дебатах с этим чуть сложнее с точки зрения того, что вам скорее надо сосредоточиться на судье. Судья не всегда будет такой вот поддерживающий весь себя приятный человек, но зато легче, потому что не нужно этого человека выискивать, там что-то себе строить. Это всегда судья в дебатах. Поэтому надо фокус на нем поймать, и всю остальную аудиторию можно не замечать. В идеале можно сфокусироваться, если судей там несколько, на каком-то самом таком, не знаю, живом, приятном, который бы поддерживал вас во время речи. При этом остальную аудиторию необходимо тоже, с ней необходимо работать, но мы к этому перейдем позже. То есть сам факт того, что она для вас потеряла значимость, вся остальная аудитория, не значит, что ее нужно полностью игнорировать. Мы это обсудим на следующем слайде. Теперь, есть вариант вот такой, называется, кто в клетке. Это работает, на самом деле, достаточно просто, когда вы выходите, и вы думаете, что это не вот вы такая маленькая точка, на которую смотрит большое количество глаз, которые изучают и так далее, а наоборот. Это вы смотрите там на целый зал, не знаю, кто в клетке, да, подопытных, и вы изучаете их реакции, смотрите, что происходит, как они реагируют на ваши выступления и так далее. Это так можно пробовать, это интересная вещь, на самом деле. Не знаю, это работает тоже не у всех, не всегда, поэтому у кого как получится. Но это интересный способ, я сам так тоже пробовал, когда вы выходите, чтобы изучить публику, изучить ее реакции, и фактически в этот момент вы немножко меняетесь сторонами. Это вы сюда пришли наблюдать и смотреть, а не за вами. Третье, это старые друзья, очень многие так делают, когда выходят и пытаются говорить с публикой, как вот со старыми друзьями, то есть обращаться к людям так же, как они делают это во время разговоров, каких-то дружеских бесед и так далее. То есть вы копируете свой собственный дружеский разговорный стиль. Это на самом деле очень классно, потому что дальше мы будем много говорить про естественность и про то, что лучше всего быть спикером, который наиболее естественный. Вот это хороший способ, потому что он дает вам эту естественность. Опять-таки, у некоторых получается, у некоторых не получается, это по-разному бывает, но способ хороший. Последнее, я лично, если аудитория не слишком большая, пытаюсь говорить с каждым, как это работает. То есть я делаю вот то же самое, что в первой технике, найти себе одного слушателя, но я просто его меняю. У меня каждый по очереди слушатель, я просто провожу глаза, мне фактически в какой-то момент времени я фокусируюсь на разных людях, и каждому конкретному человеку я фактически читаю лекцию или направляю речь на каждого конкретного человека. Это тоже такой способ. Не всегда, наверное, самый легкий, потому что все равно работаешь с большим количеством людей, и они разные. То есть кто-то отвечает мне сразу позитивным фидбэком, кого-то не так легко расшевелить, и тогда приходится дополнительные усилия использовать. Но, тем не менее, мне кажется, в целом способ хороший и для меня лично рабочий, потому что он очень сильно вовлекает аудиторию. Вот, такие есть варианты работы на психологическом уровне, на физическом уровне. В идеале стоит просто пробовать и комбинировать эти техники, потому что, как я уже говорил, для разных людей разные решения. Что-то больше подойдет вам, что-то больше подойдет другому человеку. Идем дальше. Это точно следующий слайд? Вот, по-моему, а с аудиторией, да, это подходящий слайд. Спасибо. Теперь более широко берем работу с аудиторией. В данном случае, что для нас значит? Первое, я думаю, все могли слышать миллионы раз где угодно сразу зрительный контакт. Но я ее интерпретирую следующим образом. Зрительный контакт – это ситуация, когда вы взглядом должны удерживать аудиторию. Когда взгляд должен, возможно, это немного радикально, но лишать выбора слушать или не слушать. И у человека должно быть только слушать. Вы буквально ловите своим взглядом взгляд другого человека. И в этот момент смотреть в сторону, не воспринимать информацию и так далее становится тяжело. И если делать так постоянно, то есть переключаться между людьми своим взглядом, обводить зал, допустим, да, или если у вас небольшая аудитория, то обводить каждого персонально взглядом – это очень важно. На самом деле эффект действительно сильный, потому что из-за того, что мы такие все игроцентрики, мы не думаем о том, что сейчас человек смотрит на всех или просто в зал. Мы думаем, что он смотрит конкретно на нас. В идеале, если вы просто смотрите глаза в глаза каждому в вашем зале или в вашей небольшой аудитории, и человек думает, ну вот, за мной смотрят, мне нужно словить взгляд, мне нужно показать какую-то заинтересованность и так далее, потому что делать что-то обратное, там, показывать, что вам скучно или показывать негатив, очень тяжело. То есть в тот момент, когда вы вот так вот смотрите упорно человека, ему реально сложно показать что-то альтернативное, кроме заинтересованности, поддержки и вот похожих вещей. И тем более он начинает больше информации от вас улавливать, потому что он смотрит прямо на вас. То есть очень важный момент – вы не поддерживаете зрительный канал просто так. Вы поддерживаете его за одной конкретной целью, чтобы вас слушали внимательны и не могли серьезно и надолго отрываться от вас, потому что как только отрываются, объем входящей информации уменьшается, пропускают слова, пропускают примеры, недопонимают концепции и так далее. То есть важно держать взгляд на человека. И так всех. И это, на самом деле, действительно работает и с предыдущим вариантом, который я говорил про психологическую подготовку, когда вы сконцентрируетесь на ком-то одном. Вы все еще можете концентрироваться на ком-то одном, но просто периодически переводить с него взгляд, смотреть на всю аудиторию и возвращать обратно к этому человеку. Просто не нужно читать лекцию только ему, а думая только об этом человеке, вы можете все равно смотреть на всех, пробегаться глазами, и людям все равно не будет понятно, что вы говорите кому-то одному, потому что, опять-таки, мы привыкли, что все, что происходит вокруг – это о нас. Поэтому, если спикер даже просто пробежался по мне глазами, я все равно думал, что он говорит именно мне в первую очередь, эти слова адресованы мне и так далее, и так далее. Так что это большой плюс, что мы все так очень эгоцентричны. Следующее. Создание комфорта для аудитории. По каждому из пунктов мы будем проходиться отдельно, которые указаны здесь в скобках, кроме первого. Внешний вид здесь я просто говорю про то, что есть более комфортные образы, есть менее комфортные образы, даже просто с точки зрения где-то стиля и прочее. Поэтому очень многие люди, выступающие, они стараются так как-то официально делать, стараются максимально хорошо выглядеть, потому что, а, это комфортнее для зрителя свой взгляд останавливать на человеке, который ему эстетически более привлекательный. И, соответственно, большей вероятностью он от этого человека узнает информацию, будет ее получать, поглощать, чем если он не будет смотреть на человека, потому что человеку умение приять. Второе – это комфортно, в том числе и для вас, потому что чем есть корреляция, чем человеку кажется, что он лучше выглядит, приятнее, опрятнее и так далее, тем больше у него собственная уверенность в словах, и, соответственно, тем легче ему потом перебороть страх, тем легче ему сделать действительно хорошую презентацию. Поэтому это играет так. Конечно, существуют ситуации, когда люди, допустим, не любят привлекать к себе лишнее внимание, и им кажется, что они одеты как-то так, что это не привлекает слишком много внимания, это может вызвать обратную реакцию. Но, опять-таки, это индивидуальная вещь. В общем, в среднем, чем комфортнее смотреть на человека, тем больше информации от него будет воспринято. Следующая – громкость голоса. Аудитории бывают разные – от маленьких классов до больших залов. И голос нужно регулировать не так, как в первую очередь удобно спикеру, потому что спикеры очень могут быть по-разному, а так, как удобно аудитории. То есть в маленьком классе мы говорим потише, на большую аудиторию мы говорим погромче. Голос направляется в ту или иную сторону и так далее. Третье – скорость речи. Тоже понятная вещь. Я сталкивался с большим количеством спикеров, в том числе в дебатах, которые в первую очередь думают о том, что вот у меня есть куча контента, мне нужно его внестить, поэтому я буду говорить быстро, я буду говорить без остановок и так далее. И их трудно воспринимать. То есть неотличный, неидеальный судья может не справиться с тем, чтобы воспринять весь контент и где-то его правильно понять, интерпретировать и дать ему необходимую важность. Поэтому скорость речи тоже в идеале нужно регулировать до комфортной, но мы это чуть позже обсудим. Последнее – это необязательная вещь. Это скорее практикуется уже на уровне повыше, когда у вас нет таких проблем, как преодоление страха, когда в целом уже есть определенный контроль и связь с аудиторией. Это отслеживание реакции аудитории и ее каких-то внешних маркеров, ее настроений, чувств, эмоций, желаний на вас и, соответственно, реагирования на это. Самый банальный пример, если вы видите, что судья, допустим, в какой-то момент как-то сморщился на что-то, на сказанную идею, аргумент и так далее, возможно, имеет смысл попробовать объяснить это иначе. Если это сильно скажется на вашей речи и там выбит из колеи, то хотя бы как минимум сообщить напарнику о том, что смотри, на такую-то идею там такой-то судья, скорее всего, не понял, поэтому попробуй чуть больше внимания здесь уделить и, возможно, какими-то другими словами объяснить. Окей? Окей. Это один из вариантов, как можно работать с реакцией. В идеале, конечно, это умение работать с ней прямо здесь и сейчас, когда вы увидели, как люди чуть-чуть иначе сеяли и тут же поменяли свой паттерн поведения. Но, опять-таки, это огромный пласт отдельного материала, который, скорее всего, ни в одну, ни в две лекции не вместится. Во-вторых, это, в принципе, не нужно сейчас вам и в рамках дебатов, потому что те же судьи — это чаще всего хотелось бы, да, люди, которые стараются меньше демонстрировать свою реакцию и, соответственно, с которыми труднее вот так работать, чтобы считывать их реакцию и на нее реагировать. Поэтому можете работать с этим просто на уровне того, что насколько людям было понятно, непонятно, как реагируют, и хотя бы прорабатывать сокоманником это, либо пытаться, если это не внесет в какую-то лишнюю сумятицу, в вашей речи попробовать сказать это как-то может быть чуть позже, в чуть-чуть другой форме. Окей? Идем дальше. Ага. Работа с голосом. Несколько моментов про работу с голосом. Первое, я думаю, самое простое, это то, что знают все, монотонность. Вообще нет правильного голоса. То есть нельзя сказать, вот у него голос классный, правильный, а у него не классный, не правильный, потому что, в принципе, любой голос может быть достаточно. С любым голосом можно работать так, чтобы он мог захватывать внимание и не отпускать его. А это, собственно, главная цель всей этой части с ораторским мастерством и прочее, прочее. Вы боретесь за внимание. И в данном случае вы не боретесь с, наверное, какими-то другими людьми, которые бы там пытались выкрикивать или что-то прочее, вы боретесь на самом деле с человеком, с его собственными мыслями. Потому что, что бы мы не хотели делать, у нас всегда параллельно происходит несколько разных процессов. И на самом деле человек отвлекается на ту или иную ситуацию не потому, что он плохой или потому, что его как-то очень сильно отвлекают стороны, а просто потому, что у нас есть какой-то флоу мыслей внутри, которые сами дальше идут, и вы скорее конкурируете с человеком за внимание с его собственным внутренним голосом, с его мыслями и так далее. Поэтому здесь важно, чтобы голос не был каким-то прям очень классным, допустим, максимально низким, каким-то очень таким спокойным всегда и так далее. Нет, главное, чтобы он был разным. То есть главное, чтобы у него были разные эмоциональные окрасы, разные оттенки. И в этом случае больше всего помогает естественность. То есть какую-то информацию иногда лучше сказать более спокойно. Какую-то информацию иногда лучше сказать с таким эмоциональным привкусом. Иногда где-то, может быть, бывает лучше ставить какую-то шутку, где-то иногда, наоборот, сказать более мягко, где-то более жестко. В первую очередь это должно регулироваться в вашей собственной эмоциональной оценке происходящего. То есть где вы считаете логично сказать так, а где вы считаете логично сказать так. И все. На самом деле это максимально правильный будет подход с вашей стороны, потому что публика, это, собственно, такие же люди, как и вы, они точно так же эмоционально реагируют на какие-то вещи. Если вы говорите какую-то очень печальную статистику, это нормально говорить ее, допустим, как-то чуть более трагично. Это нормально, допустим, более жестким голосом говорить о какой-то проблеме. Потому что это то, как люди на такие вещи реагируют. Главное, чтобы у вас был этот эмоциональный окрас, и ваш голос никогда не скатывался в монотонность. Потому что к монотонности внимание пропадает буквально в течение пары-тройки минут. Вы говорите в одном тоне, вас уже не слушают. Идем дальше. Про громкость я, в принципе, сказал все, что я хотел сказать чуть ранее, о том, что ее надо просто регулировать адекватно размером аудитории и адекватно расстоянию до спикеров. Вначале бывает чуть сложнее. Со временем вы можете просто уже войти в любой кабинет, каким-то взглядом и сказать, окей, я буду разговаривать вот так. И все. И прям реально всем будет слышно. При этом первым рядам не будет слишком громко, а задним не будет слишком тихо. Это чаще приходит с практикой. Но здесь просто важно понимание того, что это возможно. И к этому надо стремиться. Следующее. Паузы. Это безумно сильный инструмент, который очень многие боятся использовать. Потому что я не знаю, с чем это связано. Возможно, люди думают, вот я перестану говорить, и люди перестанут меня слушать. Или я там как-то сделаю паузу, и люди подумают, блин, он не уверен, или он какой-то еще плохой спикер. Это не так. Паузы – это самый, наверное, сильный инструмент работы с аудиторией. Ну вот из тех, которые вы можете как-то голосом воспроизводить. Они привлекают намного больше внимания, чем поднятие тембра, чем усиление громкости и так далее. Потому что это такой, это неожиданность. Потому что пауза – это такая секунда тишины, там, где сейчас должен вроде был быть голос. И она заставляет задуматься, она вызывает интерес. Одна из самых лучших историй, которые я когда-либо слышал, связанная с паузами – это история одного спикера, который мне рассказывал, когда на мероприятии, где была не самая, наверное, идеальная публика, она периодически могла шуметь или что-то иначе, он выходил спикером на сцену. И если у предыдущего спикера были проблемы, и ему приходилось периодически поднимать голос или делать какие-то иные вещи, то тот спикер, о котором я говорю, вышел на сцену и просто встал и замолчал. Первые несколько секунд – ничего, но потом людям становилось все интереснее, потому что что-то пошло не так. То есть вроде бы сейчас должен был начать говорить кто-то еще. И люди начинали смотреть его в сторону. А он просто молча смотрел примерно в ту сторону, где толпа наиболее активно как-то разговаривала сама с собой. И люди сначала смотрят на него, видят, что он молчит, но при этом у него такое непроницаемое лицо, и стоит и смотрит куда-то. И начинают смотреть туда же. В итоге большая часть зала смотрит просто на ту точку, где идут какие-то самые активные сторонние дискуссии. Те люди это замечают и мгновенно замолкают. Пауза – это безумно классный и сильный инструмент. В принципе, мне тоже нравится в каких-то случаях так начинать выступление, когда человек выходит, и там можно прямо просто руку поднять, замолчать, и публика реагирует обычно очень-очень с интересом на это. Она смотрит. Иногда люди реагируют странно, они пытаются ваши жесты копировать и так далее, потому что думают, что вы просите их к какому-то действию прийти. Но чаще всего паузы – это очень классный инструмент привлечения внимания и работы с людьми. И в идеале они нужны, чтобы выделять те или иные точки. То есть прямо перед тем, как сказать самое важное, можете сделать небольшую паузу. Дальше. Контраст. Контраст – это тоже очень классно, именно с точки зрения стратегии. Даже нет, наверное, не стратегии, но тактики, как вы работаете с другими командами. Это контраст между вами и предыдущим говорящим спикером. То есть, например, если вы играете против другой команды, и вышел предыдущий спикер, он так вот быстро разговаривал, энергично, 7-8 минут такой быстрой-быстрой речи, агрессивный аргумент – это все, то вы можете выйти и более четко, спокойно обозначать те или иные моменты и сыграть на контрастности. Потому что такая контрастность всегда будет в вашу пользу. Чем дольше другой спикер говорит в одной и той же манере, тем меньше это нравится публике. Потому что, как мы говорили до этого, важно разнообразие. Чем меньше разнообразие, тем хуже для спикера. И если следующий спикер после него выходит и демонстрирует что-то другое, это будет в огромный плюс этому следующему спикеру. Только важно понять, что ваша речь не должна быть 7 минут противоположного. Вы можете первую минуту-полторы быть контрастным, быть другим. Это оценит аудитория, особенно если предыдущий человек был такой более активный. Это очень нравится аудитории, когда идет такое спокойствие дальше. Но это работает и в другом случае, когда человек был 7-8 минут, говорил вот так, вот как-то медленно, с расстановкой. Это, конечно, интересно, приятно, но публика тоже немного устает, потому что ей кажется, что информация как-то слишком медленно идет, и хочется побыстрее движения, хочется побыстрее какой-то реакции, и вы на этом тоже можете играть. Поэтому это важный момент, играть на контрасте, но не заигрываться, потому что иначе с вами случится все то же самое, что произошло в предыдущем спикер. Идем дальше. Да, жестикуляция. Работа жестикуляции. Опять-таки, первый момент – это естественность. То есть жестикулируйте так, как вы жестикулируете обычно в разговорах. Потому что, скорее всего, если вы не какой-то мегаактивный или, наоборот, нет каких-то причин, которые заставляют вас быть скованным, чаще всего ваша естественная жестикуляция уже хорошая. То есть, чаще всего она у нас и в нашей обычной речи используется для подчеркивания и иллюстрации важных моментов. Например, сейчас я могу параллельно с речью, я могу, допустим, говорить наш первый аргумент и показывать рукой цифру один. Или когда я могу говорить, допустим, первый поинт был такой, второй поинт был такой, третий поинт был такой, когда я говорю в анализе, я рукой показываю, когда прошел один, под ним второй, потом идет третий и так далее. Это все естественные моменты жестикуляции, над которыми мне не приходилось дополнительно думать и решать, окей, а это я буду показывать так или иначе. Поэтому здесь главное просто быть естественным. Почему? Если это так просто, то у многих с этим проблемы, потому что, к сожалению, во время выступления есть вот эти факторы страха, есть вот эти факторы, когда из нас рвется куча эмоций и так далее, и мы начинаем проявлять неестественную жестикуляцию именно потому, что есть вот эти дополнительные, давящие на нас обстоятельства. И мы начинаем иногда слишком активно жестикулировать или, наоборот, просто замираем на месте, не можем двинуться. Поэтому если вы решаете проблему страха, то у вас появляется больше контроля над собой, и, скорее всего, к этому моменту ваша стикуляция уже неплохая. Ее можно улучшать дальше, но она уже достаточно приемлемая, адекватная, и всем будет окей. Просто единственное следует у себя в голове держать два момента. Знаешь, что первое? Это жестикуляция необходима именно для подчеркивания и иллюстрации, не более того. То есть не нужно каждый раз ее применять, использовать в любом подходящем и неподходящем случае. И второе – это регулировка расстояния и скорости. Что это означает? Это означает, что не стоит жестикулировать слишком быстро, слишком активно и слишком далеко от себя. Почему? Потому что это забирает внимание от вас, от вашего лица, от ваших глаз. Потому что если спикер там как-то резко ведет рукой или очень активно это делает, и там, допустим, широко расставляет руки или начинает бегать по сцене, что делают зрители? Они начинают взглядом следовать за теми частями тела спикера, которые действуют наиболее активно. То есть за вот этой рукой, которая как-то быстро туда-сюда двигается. Или в целом за телом, если спикера несет там на метр туда, на метр туда, а потом на полтора в другую сторону, и теряется связь. Теряется вот этот зрительный контакт, теряется возможность приковывать аудиторию к месту взглядом и добиваться от нее внимания. Поэтому просто старайтесь иметь такие рамки, небольшие вокруг себя. То есть там, допустим, не более полметра в одну сторону, полметра в другую сторону ваших рук и ваших движений. В идеале, вообще, на самом деле, в дебатах, если у вас есть такая вот эта тумба, как эта штука называется, с которой вы выходите, она на сцену стоит перед вами, просто стойте за ней и как-то вокруг нее делайте движение, не более того. То есть сильно отклоняться куда-то телом от нее не стоит и как-то сильно прятаться с другой стороны за нее также. Поэтому, в принципе, можете просто взаимодействовать вокруг нее. Если ее нет и там, допустим, только какие-то парты, то, например, на парты лучше не опираться. Момент вот этой опоры это как раз-таки момент потери уверенности и чаще всего поза, в которой вы опираетесь на что-то, допустим, на более низкую парту сверху вниз, это не так удобно для вашего дыхания. Поэтому лучше всего, если вы просто стоите как-то прямо и немного жестикулируете вокруг себя, но это делаете спокойно, делаете это только в моменты, когда как-то нужно расставить акценты. Вот сейчас я так на каждое слово жестикулировал. Это было, конечно, утрированием. Прямо вот так вот не надо, но примерно похожий кейс. Идем дальше. Нет, да. Я думаю, вот это была работа с эмоцией. Хорошо. В эмоциях так же, как в жестах. Главное – естественность. Соответствие эмоций и ситуации. Если ситуация печальная, можно говорить более печально или более жестко. Если ситуация к этому никак не ведет, то можно говорить более спокойно. Теперь несколько таких стратегий на, наверное, чуть более высокий уровень работы с эмоциями, с людьми, с оппонентами и так далее. Я не уверен, что вам это понадобится. Я не уверен, что у вас будет возможность это сходу начать использовать, потому что это следующие четыре строчки – это моя рефлексия на более такой долгий процесс какой-то игры в дебатах и взаимодействия с другими командами или отдельными спикерами. Поэтому это, возможно, не всегда будет вам так необходимо на нынешнем уровне, но, блин, с другой стороны, это интересно. И, возможно, вы что-то из этого сможете использовать у себя. Первое. Про жесткость и безапелляционность – когда вы работаете с фактами или когда вы громите оппонентов. То есть лучше всего использовать более жесткий тон, когда вы можете… Такой тон, который практически отчитывает команду оппонентов. Такой тон, который говорит, что сегодня каждый день происходит X. И если сегодня команда оппозиции не планирует что-то делать или планирует уделять внимание чему-то другому, то это X так и будет продолжать происходить. И единственный способ это остановить – это сделать Y, которое сегодня предлагаем именно мы. Поэтому мы голосуем за данную резолюцию. То есть такой тон лучше всего работает на убеждение, когда вы перечисляете либо такие достаточно жесткие бескомпромиссные факты, с которыми тяжело спорить, и тогда ваш безапелляционный жесткий тон имеет место быть. Либо когда вы уже чувствуете, что ваши аргументы или контраргументация настолько хорошо проходится по соперникам, что это заметно. И у вас есть моральное право говорить им, что они разгромлены. Потому что вот этот тон – это тон, который показывает мы сильнее, и у нас есть право так утверждать, и мы уже победили. И его не стоит использовать вот как раз во втором случае, когда идет равная игра. То есть когда и судья, и вы видите, что в принципе команды идут достаточно близко, и там каждый один пример, хороший аргумент или одна логическая цепочка могут выиграть игру, в таком случае безапелляционный тон наоборот вызовет к вам больше вопросов. Потому что если вы тогда говорите так более жестко, то вы не показываете, что ваша позиция сильнее. Это скорее звучит, как будто вы просто пытаетесь играть на эмоциях вместо того, чтобы предъявить серьезные аргументы. И в этом плане при более равной игре, и когда вы реагируете на оппонентов, и вы видите, что у них хороший кейс или хорошая аргументация. В данном случае лучше всего действовать более мягко и говорить скорее в тонне там, допустим. Мы понимаем позицию наших оппонентов, мы считаем, что то, что они сказали, это важно. Но, к сожалению, сегодня, вот в рамках именно данной резолюции, мы вынуждены признать, что те вещи, о которых они говорят, работают не до конца, и акценты должны быть расставлены немного иначе. Акценты могут полагаться больше на нашу сторону и дальше перечисляете, почему скорее вы победили. Эта позиция хороша тем, что вы проявляете уважение к оппонентам, и это хорошо, потому что, как эта ситуация может выглядеть для судей, два практически равных кейса. Если один кейс при такой ситуации начинает говорить, да нет, мы намного сильнее и так далее, к нему и больше вопросов, больше претензий появляется, чем к другой команде. А если вы говорите, да, мы определяем, что мы на равных, но мы считаем, что мы немного лучше их вот здесь вот сделали, тем не менее, мы там уважаем их позицию и действительно считаем, что она классная, и это все вы передаете тоном голоса, то скорее то, что вы будете говорить, что вы вот как-то немножко лучше, немножко их переграли, это будет воспринято более легко и не будет вопросов к вашему опровержению такому сильному, как если бы вы говорили это другим тоннам. Это такие достаточно тонкие моменты, но тем не менее, они работают, как говорит такая практика. лет. Следующая, это немножко, наверное, менее этичная тема, но она все равно работает до определенных степеней дебатов, это такая ироничность, такое небольшое высмеивание, когда вы можете приводить такие примеры, когда логика оппонентов не работает, делать это в виде шутки и так далее. Это лучше всего работает, когда оппонент занял такую жесткую бескомпромиссную позицию. Почему? Потому что тогда фактически перед вами, перед вашими глазами, как судьи или зрители, два человека, один из которых такой более жесткий, суровый, бескомпромиссный, а другой более такой приятный, ироничный, возможно, чуть более самокритичный. Потому что использование вот этой иронии, использование, возможно, где-то шуток и так далее, в сравнении с более жесткой позицией, и вот, например, как я показывал, более жестким тоном и вот этими безапелляционными аргументами и так далее, оно выигрышно, потому что вы смотритесь приятнее, ваш образ становится более приятным, ну и плюс порог входа ниже. Что это означает? Это означает, что публика всегда легче уйдет в смех, чем она уйдет в какие-то глубокие или высокие чувства, вызванные суровой такой речью, которая мотивирует что-то делать. То есть людям всегда легче посмеяться над чем-то, чем начать вот так вот, как-то глубоко задумываться и прочувствовать чье-то горе или наоборот какое, не знаю, что-то величие и так далее. Поэтому это очень хорошо работающий прием, если ваши оппоненты слишком уходят в пафос, жесткость и так далее. Пробуйте, как минимум можете пробовать миксовать эти стратегии, что-то использовать для себя и так далее и просто делать выводы, как у вас получается, не получается и учиться также на том, как это делают другие команды. Мне кажется, максимально интересный экспириенс. Ну и последнее здесь это вот ускорение, повышение громкости речи. Никогда не используйте это, когда вы только начинаете говорить новую аргументацию. Почему? Потому что это та форма передачи информации, которая передает не информацию, а скорее она передает эмоциональную составляющую. то есть вот так вот громко и быстро, наверное, возможно, некоторые видели, как, допустим, в конце речи некоторые дебатюры ускоряются, пытаются громче, быстрее говорить, показано, будто они охвачены эмоциями и так далее. В этот момент информация начинает восприниматься хуже. Это голос не для аргументов, это голос для лозунгов, это голос для там очень простых понятных идей. То есть таким голосом нельзя доносить сложную аргументацию, тем более только начинать. Таким голосом можно в конце аналитической речи или, допустим, просто в конце вашей речи, где вы выводы делаете, еще раз пробежаться по основным тезисам идей. Это можно. Можно еще раз пробежаться по выводу чуть-чуть другими словами и произнести его как какой-нибудь лозунг. Допустим, сегодня наша команда стоит только за то, чтобы человеческие жизни ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не могли отойти на второй план и мы поэтому сегодня голосуем за эту резолюцию. Это имеет смысл, потому что вы говорите о простых понятных вещах. Жизнь, я не знаю, свобода, те или иные принципы. Это можно, но не стоит это делать ни в коем случае, если вы только начинаете речь, если вы где-то на середине такой конструктивной сложной части речи, когда нужно примеры хорошие дать, когда нужно сложную логию объяснить, ни в коем случае. Но тем не менее под самый конец, когда это упаковывается в простой формат и вы еще раз пробегаете и суммируете все, что у вас было, это можно, это классно, это красиво и очень часто это дает такой приятный эмоциональный послевкусие от вашей речи. Поэтому рекомендую пробовать так делать, но соблюдать вот эти правила предосторожности. Опять-таки это зависит от публики. Иногда людям это не нравится в принципе. Иногда судьи не готовы принципиально такое воспринимать, но иногда с другой стороны это очень-очень хорошо заходит. Идем дальше. Так, ну если никакие слайды не были пропущены, а вроде бы они не были пропущены, то мы пришли к последнему моменту на сегодня. Это практика. Practice makes perfect, как вы все знаете, поэтому все, что я сказал, надо пробовать на разных площадках. в идеале конечно не только на дебатной, потому что дебаты это очень крутой инструмент, но как бы там я персонально считаю его достаточно ограниченным инструментом. У него есть четкие ограничения времени, у него есть четкие ограничения формата и так далее, поэтому он не всегда подходит всем для практики вот этого полного спектра погружения в публичные выступления, поэтому кроме дебатов я рекомендую разные форматы. Можно даже внутри там допустим вашего дебатного клуба попросить поиграть в разные форматы типа экстемпо. Экстемпо это например когда у вас там есть вы случайным образом вытаскиваете какую-то бумажку с темами и с этой темой вы должны у вас там есть минута чтобы подготовиться вы с этой минутой готовитесь вы ходите дайте речь там от трех до пяти минут. Это интересный такой приятный спонтанный формат. Шляпа ну это просто когда люди бросают кучу тем разных в шляпу и потом по очереди берут и на разные темы говорят. Формат Lincoln Douglas его очень редко в последнее время вообще играет в дебатных кабинете ну понятное дело это старый формат и все такое прочее но тем не менее это очень классно именно для практики вот моментов публичного выступления поэтому рекомендую хоть хотя бы иногда пробовать. Toastmasters возможно я думаю скорее всего у вас там в городах есть клубы Toastmasters интересные ребята это как дебаты но все более формализованно к ним можно походить где-то кажется совсем недорого стоит или может быть даже где-то бесплатно и можно с ними позаниматься у них есть свои техники у них есть свои крутые спикеры и так далее это вот такая в чем-то сродная нам культура соседняя но с которой к сожалению дебатеры достаточно мало взаимодействуют. Следующее это особенно важно да опять-таки учитывая ситуацию с карантином со всем прочим берегите здоровье записывайте себя на камеру это реально тоже очень большое испытание многие люди камеры боятся больше чем наполненного зала поэтому практиковаться с ней это тоже безумно важно пробуйте это интересно весело ну и может быть вам потом пригодится может быть блогерами станет следующее это вот был вопрос я отвечаю на него про какие-то альтернативные источники где можно учиться чему-то с этим связанным в первую очередь смотрите на речи других людей на крутые речи один из самых массовых источников крутых речей это TED поэтому смотрите TED смотрите его в идеале наверное все-таки на английском и в идеале наверное без субтитров ну у кого как будет получаться но это вообще был бы perfect case сценарию когда вы можете смотреть вот таким образом если воспринимать и пытайтесь воспринимать не только контент я понимаю там очень часто такой крутой контент его хочется слушать и так далее но пробуйте смотреть что делает спикер потому что TED это всегда очень отточенные речи это люди которые ну прям готовили эту речь которые там удостоились такой возможности и так далее поэтому очень часто там хорошая структура речи очень часто спикеры действительно стараются не у всех получается но очень стараются это заметно и последнее ребят у меня был вопрос про скороговорки я не знаю честно да то есть может работают может нет я никогда в жизни не пробовал и скорее в дикции помогала просто постоянная практика на дебатах постоянная практика в рамках других форматов и даже вот там какой-нибудь тот же тостмастер и все что угодно другое в принципе если у вас много практики вам я думаю не нужны какие-то дополнительные такие вещи как типа конкретно тренировать дикцию ради скороговорок но не знаю можете попробовать может получится может не получится это все равно наверное скорее плюс если вы пытаетесь это делать я думаю какой-то минимальный эффект точно будет но сам персонально я не знаю поэтому к сожалению на этот вопрос ответить не могу я считаю что на остальные я наверное так или иначе ответил да вот техника преодоления страха мы поговорили про эмоции поговорили то есть в первую очередь лучше быть естественными но есть несколько таких интересных техник которые вы можете пробовать для того чтобы пытаться выглядеть лучше на фоне оппонентов про другие источники это в первую очередь там разные теды и так далее но например есть крутые знаете речи вот в Америке когда практикуют когда приглашают каких-то крутых знаменитостей на допустим выпускные и так далее у них бывают очень крутые речи там по-моему не так давно я слышал какую-то речь Мишеля Бамп очень классную у многих хороших политиков иногда бывают классные речи в целом я не могу сказать про один какой-то источник такой массовый наверное кроме теда мне в голову честно не пришло но вообще на том же ютубе есть миллион офигенных видео с крутыми спикерами которые вам стоит пытаться разбирать как не контент а как структуру как донесение и так далее и вот на последний вопрос про инструменты я думаю скорее вот первые инструменты но можете попробовать и вот скороговорки тоже наверное в целом все я постарался уместить это даже меньше чем в один час и у меня получилось потому что я не люблю занимать лишнее время так что мне кажется в принципе я закончил спасибо за внимание тем кто это слушал спасибо тем кто это просмотрит возможно чуть позже вот был очень рад выступить поговорить для меня это тоже интересная тема всем удачи там в дебатах со всем остальным и там пытайтесь не болеть пожалуйста ковидом или монгольской чумой или всеми другими плохими вещами вот пока спасибо